К нам присоединяется Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Александр, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об оперативной обстановке на Бахмутском участке фронта. Ну, буду говорить за правый фланг, все-таки у нас там находится бригада. В целом, как инициатива была у нас, так она и есть. Надо отметить, что враг постоянно пытается, то есть для него была болезненна потеря той же Андреевки и рядом находящегося мест. Он постоянно пытается контратаковать, штурмовать. Поэтому, скажем так, удержание освобожденных территорий, это не менее важно на этом направлении, чем и, собственно, освобождение. Потому что и авиация сейчас достаточно активно работает, и пехота старается штурмовать. В российских пабликах вчера появилось вот такое сообщение, процитирую. «Имеем небывало большой поток раненых, предположительно, из-под Бахмута. Поступающие говорят о потерях и десятках сдавшихся в плен». Конец статы. Что можете сказать о потерях российской армии на этом направлении? Ну, нужно же понимать, что в целом работает по принципу масштабов, как и работало. Ничего нового там не выдумали. То есть, когда пехота штурмуют, их просто кидают. В целом, низкая мотивация и солянка. Сейчас я открою свою мысль. То есть, за счет низкой мотивации и солянки в том смысле, что подразделения очень разные, не слажены друг с другом. То есть, у них из-за низкой слаженности, соответственно, и потери большие. Но для, в принципе, для россиян это нормальное отношение к пехоте. То есть, пехота у них работает только для того, чтобы мы пока ее разбирали, или она пока пыталась штурмовать, они могли работать авиацией, артиллерии, там, бакула. То есть, у них пехот только так. Соответственно, у них всегда было большое количество раненых. Ранее сообщалось о том, что вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль трассу Горловка-Бахмут. Так и удерживают сейчас этот огневой контроль вооруженные силы Украины. Что с логистикой у российских оккупантов? Насколько оперативно и качественно они могут подвозить на бахмутское направление резервы, технику, провизию и так далее? За саму дорогу не смогу, наверное, прокомментировать, потому что не наша работа. Но по логистике в целом у нас достаточно неплохо работает и аэроразведкой. Поэтому те же самые резервы, если мы говорим про ближнюю логистику, то есть мы не говорим про какие-то дальние, это все-таки не наша работа. Ближняя логистика, то есть это вторая, третья линия, ну вторая в первую очередь. То мы в целом стараемся, ну зараз, мы это, я говорю не только про свою бригаду, да, про спешников, успешно разбирать их на подходах. Поэтому, то есть давно все тут находимся, уже очень хорошо знаем места. Враг в этом плане постоянно присылает новые подразделения, которые плохо разбираются, то есть они не понимают до конца. Но им, в принципе, особо не информируют, я говорю, если говорить про пехоту. Поэтому часто они повторяют логистические маршруты свои прямо вот до метра. И за счет этого получают гораздо больше 200-300, чем могли бы, если бы понимали, если бы офицерский корпус их как-то более, ну скажем так, относился к этому ответственнее и менял эти маршруты. Но они этого не делают. Британская разведка говорила о том, что вагнеровцы стали возвращаться на войну с Украиной. Замечены ли они уже на бахмутском направлении? Ну, мы пока их не видели. Тут надо понимать, что хотелось бы отметить момент, что вагнер стал достаточно медийным. После вот этой зимы, когда мы тоже там находились, обороняли фланг от них, надо понимать, что тогда вагнер и его подход был связан напрямую с зэками. То есть сами по себе вагнеры это не такая многочисленная группировка наемников. И их относительные какие-то результативные действия были связаны с вот этим подходом наемники плюс зэки. То есть зэками не закидывают, наемники дорабатывают. Сейчас, так как мы не видим такого подхода, такого мобилизационного ресурса, который у них на тот момент был, то я не думаю, что вагнер представляет какую-то серьезную силу, которая может что-то изменить. Спасибо вам, Александр, что присоединились. Спасибо, что защищаете Украину. Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины, говорили о ситуации на Бахмутском участке фронта. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.